Четыре сарая сгорели сегодня днём на улице Рахимова в посёлке Левченко. Столб чёрного густого дыма был виден издалека. Очевидцы и владельцы сгоревших конструкций предположили, это был поджог. Пожарные ликвидировали открытый огонь, никто не пострадал. Однако, всё могло закончиться весьма плачевно. Почему, узнавала Нафиса Минязова. Не знаю, поджог или что, заметили, дым шёл. 12 часов дня. Увидев густой чёрный дым оттуда, где находились их сарай, жители ближайших домов подбежали к месту возгорания. Очевидцы предположили, что это мог быть поджог. Такое, говорят, в этих постройках случается нередко. Выбежали его с производства, хозяин, поправили своими силами. Ну, тут же пожарный вызвали. Вот, пока пожарный приехал, уже полный рост ветер. Изначально жители пытались своими силами потушить пожар. Ничего не вышло, огонь стал только разрастаться. Вызвали пожарных. До приезда огнеборцев пламя охватило уже четыре сарая. Спасатели с огнём справились быстро. Общая площадь горения составила порядка 20 квадратных метров. Однако жители больше всего волновало даже не то, что огонь может перекинуться на жилые дома или на находящуюся рядом производственную организацию. Их беспокоили громкие хлопки, исходящие из сгоревших конструкций. По самым очевидцам, с места происшествия были услышаны сильные хлопки. По предварительной версии, в одном из сараев находился газовый баллон. Если бы он взорвался, последствия пожара могли бы быть ещё страшнее. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако карета скорой помощи всё же дежурила на месте происшествия. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112.